Неизвестные герои. Количество пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны до сих пор исчисляются миллионами. Памятник неизвестному солдату есть, кажется, в каждом городе. Прадед Анны Качановой воевал в танковых войсках и пропал без вести в первые годы войны. Где и когда неизвестно. Я пришла почтить память своего прадедушки и всех остальных неизвестных солдат, которые не вернулись на фронт. В день памяти неизвестного солдата к мемориалу Вечного огня на площади героев возложили цветы и те, кто потерял родных в Чечне и Афганистане. Вы знаете, у меня сын был без вести пропавший. Для меня это, конечно, такое мероприятие, то, что помнят и тех, кто пропадал, ребят. Поэтому очень и даже приятно, что помнят о нас. Для памяти, чтобы помнили о тех ребятах, которые погибли не только в Отечественную войну, но и в остальные войны. В Афганистане, Чечне и других локальных войнах. 3 декабря стало днём неизвестного солдата 4 года назад. В этот день по всей стране чтят память тех, кто отдал свою жизнь за наше светлое будущее. Ежегодно поисковые отряды находят останки сотен бойцов, возвращая именно героям. За свою работу активисты отряда «Неунываки» получили памятные знаки. Они отдали не просто так жизнь, они отдали за свои семьи, за своё будущее, за свою тогдашнюю страну. Ну а наша обязанность теперь, чтобы это не прошло даром. Война не окончена до тех пор, пока не перезахоронен последний солдат. Поэтому мы делаем всё для того, чтобы этой работой продолжать заниматься. Мы поддерживаем наш поисковый отряд «Неунываки». И вы знаете, ежегодно перед 9 мая традиционно на высоте Огурец в Воловском районе у нас появляются новые могилы, новые фамилии и мемориальные доски. За годы Второй мировой войны, по разным оценкам, без вести пропали 5 миллионов 50 тысяч советских граждан. 130 тысяч из них были нашими земляками. Анна Голимбовская, Алексей Великанов, Липецкое время.